2 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о государственных трудовых резервах СССР. Именно эта дата стала днем профессионально-технического образования. Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества принимали поздравления преподавателей республиканских техникумов и колледжей. Почти 45 СУЗов техникумов ПТУ Чувашии ежегодно выпускают тысячи специалистов самых разных рабочих специальностей. Именно студенты профессионально-технических образовательных учреждений занимают призовые места в соревнованиях не только федерального уровня, но и международного. Председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин поздравил всех преподавателей профессионального образования и ветеранов труда с праздником, вручил почетные награды, а также передал напутственные слова от имени главы республики Михаила Игнатьева. Сегодня перед нами поставлена глобальная задача повышения конкурентоспособности экономики Чувашии и России. Мы должны, отвечая на вызовы времени, готовить профессиональные кадры, обладающие обновленными знаниями. Уверен, что благодаря тесному взаимодействию школ, техникуму и работодателя все вопросы будут эффективно решаться. Система профессионального образования сегодня переживает второе рождение. У промышленности большая потребность в рабочих кадрах. Именно поэтому идет перестройка процесса обучения. Где-то идет объединение техникумов и колледжей, где-то делают упор на многопрофильные направления. В этом году очень мощный конкурс на профсехобразование. Потому что ребята знают, что вот они после 9 класса пошли на профессиональное образование, а потом у них вторая ступень. Они пройдут на среднепрофессиональное, а потом проходят на льготных условиях на высшее образование. Ребята, не бойтесь, приобретайте рабочие профессии, а дальше вперед. Айти-специалисты, бухгалтеры, парикмахеры и повара, слесари и сварщики – перечень профессий, которым обучают в техникумах и колледжах, по-настоящему огромен. Учиться там становится престижно. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.